Это четвертая серия лоскутное шитье для начинающих. В этой серии покажу как можно сшивать детали в петчворке. Предыдущие серии вы найдете в описании под этим видео. Пойдем пошьем? Начертите круг с радиусом 3 см. Это основной круг. Поставьте точку в любом месте на линии основного круга. Из центра поставленной точки начертите дополнительный круг радиусом 3 см. Получаем две точки пересечения основного круга. Выберите любую точку пересечения и начертите еще один дополнительный круг радиусом 3 см и так далее. У меня получилось 6 дополнительных кругов и 6 точек пересечения. Соединю точки пересечения прямыми линиями. Получаем гексагон. Чертеж гексагона сделала на картоне для большей износостойкости. Это будет мой основной шаблон. Его я буду использовать для обводки на ткани и обычной бумаги. Сейчас сделаю бумажные шаблоны из обычной бумаги. Обвожу картонный шаблон по контуру. Их я буду обшивать тканью. На изнаночной стороне ткани обвожу картонный шаблон не по контуру, а с припуском примерно 1 см. Большая точность не нужна, но имейте в виду, что если припуски будут меньше 1 см, то будет сложнее обшить бумажный тканью. Делаю нужное количество. Вырезаю аккуратно ножницами по линиям. Далее беру бумажный шаблон и прикалываю к ткани. Свободные края загибаю и фиксирую на изнаночную сторону. На уголках делаю складки. Приметываю крупными наметочными стежками по всему периметру. На уголках делаю закрепки для надежной фиксации ткани. Таким образом обшиваются бумажные шаблончики. В итоге получаются ровные края и острые уголки готового тканевого гексагона. Начинаю составлять композицию из тканевых гексагонов от центра. Складываю две детали лицом к лицу. Делаю закрепку в начале и в конце строчки. Соединять нужно чуть захватывая несколько ниточек той и другой детали, при этом не задевая бумажный шаблон. Пальчиками вы будете чувствовать его, поэтому вы не должны пришить его к ткани. А если задели бумажку, то ее все равно легко можно удалить в конце готовой работы. Композиции могут состоять не только из гексагонов. Можно обшивать таким образом, например, ромбы, трапеции, треугольники. И последний гексагон в моем цветочке мне удобнее сшивать справа налево. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Бумажные шаблоны убираю в самую последнюю очередь, когда все детали композиции сшиты. Используя данную технику, вы сможете сделать салфетки, сумочки, косметички, чехлы на подушку, одеяло и так далее. Возьмите картон и вырежьте квадрат 20 на 20 сантиметров. Поделите его пополам по вертикали и горизонтали. А также поделите его по диагоналям. Получилось 8 треугольников. Вырежьте один из 8 треугольников. Это будет шаблон. Его мы будем обводить на ткани. Приложите шаблон к изнаночной стороне ткани и обведите его. Добавьте припуски 6-7 миллиметров. Для блока мельница нам понадобится 4 треугольника одного цвета ткани и 4 треугольника другого цвета. Вырезаю треугольники. Складываю треугольники разного цвета лицевыми сторонами внутрь. Выравниваю края и начинаю сшивать стежками одинаковой длины и с одинаковыми пропусками. Сшиваю от начала линии и веду иголку строго по прямой. С обратной стороны контролирую, чтобы нитка лежала так же на линии. Следите за тем, чтобы ткань не сборила. Нитку распределяйте по всей длине. Дохожу до угла и разворачиваю детали. Теперь сшиваю точно так же, только в обратном направлении. Для того, чтобы шов был плотнее и с лицевой стороны не было дырочек. Посмотрите, с лицевой стороны даже и не видно, что прошито вручную, как будто соединено на машинке. Таким образом сшиваю все детали друг с другом. Главное сшивать строго по линии и все детали сойдутся. Мне осталось соединить две половинки блока мельницы. Перед этим я детали проутюжила. Чтобы центр сошелся, детали складываю лицом к лицу и скалываю булавками от середины. Шью точно так же, как и сшивала треугольники. Здесь можно использовать наперсток, потому что в центре есть утолщенные швы. Распределяйте нитку по всей длине, чтобы не было созбаривания ткани. Блок мельница готов. Осталось проутюжить. Сшивание цепочкой При машинном сшивании очень важно соблюдать одинаковый припуск на всех деталях. Поможет в этом специальная лапка для пэтчворка. У большинства швейных машин в комплектации есть такая лапка. Припуски будут 6 или 7 мм. Если такой лапки нет, не расстраивайтесь. Можно приклеить справа от лапки малярную ленту на расстоянии 6-7 мм. В первой серии я показывала, как приклеить малярную ленту на рабочую поверхность машинки. При сшивании цепочкой детали из ткани сшивают вместе, без разрезания ниток. Это быстрый способ, помогающий сэкономить время и нитки. Складываю детали лицом к лицу и кладу под лапку. Придерживая нитки сзади, начинаю сшить. Закрепки делать не обязательно. Между деталями следует сделать пару стежков. Закончив сшивание, ниточки разрезаю. Припуски заутюжу на более темную сторону. Покажу несколько способов, как можно быстро соединить, например, два квадрата и разрезав по линиям, получатся сшитые между собой треугольники. Итак, первый способ. Квадраты разного цвета складываю лицом к лицу. На одном квадрате прочертила диагональную линию. При помощи лапки проложу строчку на расстоянии 6 мм от этой диагональной линии с одной и с другой стороны. Между строчками разрезаю по линии. В итоге получились два квадрата, состоящие из двух треугольников. Второй способ. Квадраты разного цвета складываю лицом к лицу и проложу строчку по всему периметру квадрата. Квадраты разного цвета складываю лицом к лицу. После сшивания квадрат разрезаю по диагоналям. В таких случаях удобнее иметь вращающийся коврик. В итоге получилось четыре маленьких квадрата, состоящие из двух треугольников, из которых уже можно составить небольшой блок, например, мельницу или песочные часы. Третий способ. Квадраты складываю лицом к лицу и снова проложу строчку по всему периметру. На одном из квадратов начертила две диагональные линии. Разрезаю по этим линиям только один квадрат, нижний не трогаю. Получился квадрат в квадрате. Таким образом можно нашивать несколько квадратов. Я подготовила заранее следующий квадрат, он будет чуть больше предыдущего. Также прошила по всему периметру и разрезала его по диагоналям. С помощью этих и других приемов получается быстро, красиво, а главное очень просто. В следующей серии расскажу про машинную стежку и какими необходимыми функциями машинка должна обладать для этого. А также покажу, как выполнить окантовку изделия. Спасибо за просмотры, оценки, комментарии. Всем пока, ровных вам строчек! Субтитры подогнал «Симон»!